Молодежный лагерь с акцентом на национальное богатство открыли, как и подобает, ярко и колоритно, с душой. Диалог культуры этот всероссийский проект объединил молодых людей из 10 регионов страны. Артисты, сотрудники музеев и библиотек, художники, танцоры и поэты на форуме собрались самые творческие представители различных народов. В течение пяти дней они будут учиться чему-то новому, общаться, а главное передавать свой уникальный опыт по сохранению национального достояния, обычаев и традиций. Работаю по направлению народный фольклор, народная музыка. Я сам немножечко так, народный музыкант, занимаюсь изготовлением меморийских народных музыкальных инструментов. Естественно, что-то новое увидеть, узнать и потом в дальнейшем использовать это в своем творчестве и в работе. Мы приехали с номерами туинских национальным танцем «Табунчики». Ну, как бы мы показываем, как мы туинцы любим ездить на коне. И есть у нас парень, который поет хэймэй. Как бы у нас считается прародителем хэймэй, это есть центр Азии, это есть Тува. Молодежный межнациональный лагерь проводится уже в третий раз. Главный организатор события – Федеральное агентство по делам национальностей. Одна из главных задач форума – показать, Россия – уникальная страна с невероятно богатым культурным наследием. Открывая форум, заместитель руководителя ФАДН Станислав Беткин поблагодарил главу республики Артема Сдунова за возможность провести диалог культур именно в Мордовии. Площадкой лагеря «Регион-13» стал впервые, и это совсем не случайно. Мы считаем, что Мордовия последовательно идет к тому, чтобы стать столицей угорского мира России. Здесь хорошо работают и в сфере межнациональных отношений, хорошо развивается сохранение культуры мордовского народа. Именно через диалог осуществляется взаимопроникновение культур, знакомство с какими-то новыми традициями, обычаями тех народов, которые проживают в нашей стране. Сюда приехали творческие ребята, они познакомятся, наладят коммуникацию, будут в дальнейшем развиваться, получат идеи для каких-то новых проектов. Министр культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлана Баулина также поприветствовала участников лагеря и зачитала приветственный адрес от главы Мордовии. В нем пожелания продуктивной работы и плодотворного сотрудничества. Мы приветствуем готовность молодых взять на себя ответственность за будущее, активные желания к добрым действиям и преобразованиям. Именно вам, молодым, дана огромная возможность строить уже сейчас свое будущее. Вы самая активная, яркая и энергичная аудитория со своим мировоззрением и стремлением сделать мир лучше. В этом году смена поистине уникальная, впервые в числе участников делегация Сирийской Арабской Республики. В Саранск приехали 12 представителей этой страны. Для каждого из команды такое погружение в культуру России невероятно интересно. Парни и девочки очень поразились красоте страны, все первый раз прилетели, очень удивились, насколько все чисто, насколько все красиво, насколько очень гостеприимно нас встретили. Между Россией и Сирией всегда поддерживается такая дружественная атмосфера. Первое, что мы хотим, это поделиться своей культурой с Россией. И хочется узнать культуру России получше, и хочется узнать культуру Мордовии в том числе. Обширная образовательная программа, творческие марафоны, диалоги на равных и различные лекции. Участников ждет множество встреч с известными спикерами, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. Работа лагеря завершится 28 августа, но уже в первый день понятно, эти ребята уедут из Мордовии с самыми прекрасными впечатлениями, а главное с солидным багажом новых знаний. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости.